В вечернем эфире ТСВ «Экспертное мнение». В студии работают Вадим Булатович и Алла Горбатенко. В Бендерах, как и в других городах Приднестровья, готовятся к новогодним праздникам. В центре города создали целый световой ансамбль, который должен радовать и детей, и взрослых. Но есть небольшой нюанс. Доживет ли этот ансамбль до Нового года? Ну, что происходит? Об этом мы поговорим с главным архитектором Бендер, Игорем Викторовичем Швидким. Здравствуйте, Игорь Викторович. Итак, мы знаем, что вы автор этой композиции, мы знаем о том, что собирали ее из нескольких частей. Вот тот ансамбль, который получился, вот лично вас он устраивает, нравится? Довольны тем, что получилось? На самом деле, над тем творением, что представлено всеобщему обозрению и в день открытия центральной елки города Бендера, и сейчас трудилась большая армия людей. И монтажники, и техники, предприятия различной формы собственности, ну и, конечно же, госадминистрация. Это наша идея, это наше детище, это то, что мы собрали из тех конструкций у нас имеющихся, и преобразив их, переставив, модернизировав, представили общему обозрению. То есть вот даже в наше непростое время, когда денег, по большому счету, в общем-то, свободных нет, вы смогли выкрутиться и, в принципе, сделали центр города поистине, в общем-то, таким ярким, необычным, красивым. Там есть все, и елка, и праздничные шары, и огромный вот этот шар, и карета с подарками, с лошадками. В общем-то, те, кто видели, люди говорят, мы очень довольны, это очень красиво, и пофоткаться, и просто погулять с детьми, ну просто песня-песня. А что же тогда происходит? Почему, как говорится, вот уже третий день подряд слышим, что не все ладно в Бендерском королевстве сказочно? Ну, на самом деле, у нас в Королевстве это все ладно, не ладно с поступками людей, их результатом гуляний и отдыха вот в этом общественном пространстве, которое на площади освобождения, в сквере Преображенский и непосредственно в новогодней еле перед госадминистрацией. У нас действительно в этом году очень большое насыщение этого пространства световыми инсталляциями, и разнообразием формы, цвета и назначения мы порадовали тех, кто тут отдыхает. Но, тем не менее, каждый вечер перед тем, как зажигаются огни, у нас вынуждены выходить специалисты подъедомственной организации, которые обнаруживают обрывы кабелей, световых лент, светодиодных гирлянд. Вы знаете, даже обнаружили вчера с места перемещения нашей световой конструкции, то есть конструкция порядка 250 килограмм, а ее подвинули на полметра в сторону. Это ж сколько человек должны были ее двигать? Чтобы ее поднимать и переставлять, скажу только одно, что задействовали для этого шесть монтажников. А в том положении, что она находится на земле, на асфальте, может и меньше потребовалось, но на это уже приложили руки не дети. В то же время не только взрослые творят чудеса на площади. Смотрите, давайте поговорим об этом позже. Вы утром чините, вечером опять ломают. Утром чините, вечером опять ломают. Насколько хватит запаса прочности вот этих всех конструкций? Вот вы говорите, столько людей было задействовано на это все. Доживут ли они действительно до нового года? Хотя бы до 31 декабря-то доживет система при таком-то отношении населения. Знаете, это четвертый год у нас организуется общественное пространство. Здесь вкладывается масса новшеств и труда людей, специалистов профильных. То, что они достоят, это однозначно. Другое дело, будут ли они сиять в том виде, в котором мы изначально планировали и создавали. Вот в чем вопрос. Ну вот вы говорили о том, когда мы с вами разговаривали, вы сказали о том, что в принципе вы сами наблюдали то, что происходит. Вот по факту, кто на самом деле ломает систему? Кто, грубо говоря, может быть даже желая или не желая, но все-таки наносит ей ущерб? Кто эти люди? Кто эти люди? Люди, которые нас окружают, с которыми мы живем рядом. Благонадежные, законопослушные граждане. Просто позволяет, может быть, лишнего детям садиться верхом на те инсталляции, которые в принципе для этого не предназначены. Забегать, подвешиваться на те части конструкции, которые также для этого не созданы. И хочется, конечно, себя запечатлеть необычайным образом, потому что картинка, она на это как бы толкает. Но для этого не надо касаться этого, не надо испытывать на прочность. И лучше использовать по назначению, лучше созерцать, чем его просто обладать и пользоваться. Ну хорошо, где-то повис ребенок, ну можно понять, да, где-то там случайно. Но вот эта конструкция, которую вы говорите, 250 килограммов, ну это уже, по-моему, вот в чистом виде вредительства. Ну почему вредительства? Это просто-напросто ребята, видно, шли, решили развлечься, а может шар мешал фотографироваться. Я просто удивлен, как бы, как-то никого током-то не долбануло. Там же напряжение-то достаточное. Потаскать его еще и, простите меня, под напряжение. А с другой стороны, как не сделали замечания окружающие, потому что там вечером всегда полно людей? Вот немножечко удивительно то, что как, в общем-то, пассивно люди реагируют на то, что происходит. Делая замечания даже родителям, я сам лично, реакцию от них получал тоже неоднозначно. Ну уж озвучьте ее, какая была реакция, мне даже интересно. Реакция маше, обращаюсь, говорю, уважаемая, вы по телефону разговариваете, ваш ребенок? Она поворачивается и говорит, да, вон мой ребенок. Я говорю, сделайте ей замечание, она дергает намеренно эти световые гирлянды. А она мне ответила, парадокс, делайте сами. То есть это не ее проблема, это ваше проблема. Вы повесили, вы за нее и отвечаете за гирлянду. Плохой дядя, который кричит. Они плохо поступают, дурно тот, кто это ломает и дергает. Идем отсюда, дядя кричит. Слушайте, но с другой стороны, ведь ребенку не объяснишь. Стоят красивые лошадки, тащат красивую светящуюся эту карету. Но ребенку хочешь не хочешь, хочется залезть, пофотографироваться, за хвост ее подергать. Может быть, надо было как-то из антивандальных материалов сделать, из таких тонких металлических конструкций. Ну а если нет таких материалов, то вот обнести колючие проволоки, пустить слабый ток, в конце концов, да и ладно. Пускай смотрят из-за проволоки, если не умеют пользоваться. Не было бы так все весело, если бы не так грустно. На самом деле, конструкции, они довольно-таки прочные. А те, применяемые для их освещения электрогирлянды и светодиодные ленты, они соответствуют требованиям электробезопасности. Конечно же, они никого не повредят током, но при условии. Не надо их растягивать, не надо их одергивать. То есть есть шанс есть получить удар, да? Если сильно постараться? Ну если очень сильно постараться. Если сдвинуть беседку шара или конструкцию подарка новогоднего в сторону, а они запитаны у нас воздушным подключением, то, конечно, может произойти обрыв того кабеля изолированного, который, в общем-то, прочный, на тросе, и ток пойдет по каркасу металлическому. А это уже опасно. Хорошо, но то, чтобы ток пошел, конечно, это не вариант отпугивать таких вредителей. А вы не рассматривали вообще, что с этим можно сделать? Понятно, что воспитывать... Давай не будем называть их вредителями. Это обычные горожане, которые здесь не пришли, развлекаются. Ну не усмотрел, ну взял за хвост, ну подергив. Понятно, что архитекторы и монтажники не могут перевоспитать в один миг и детей, и их родителей. Что сейчас можно сделать? Как уберечь вот это вот городское достояние до конца праздника? Что, милиционера поставить под каждую лошадку? Ну на самом деле патрульные здесь регулярно осуществляют свой надзор. Это я и видел сам. С пятницы особые условия эти введены, меры такие надзорные. Но тем не менее, у каждой инсталляции, а их тут велико, несколько десятков. И они же на огромной площади растянуты. И там же надо два батальона милиции расставить возле каждого шарика, чтобы все обезопасить. Это будет инсталляция уже под другим названием, это уже не новогодняя. Да, знаете... То есть печально это все, но рецепта готового для того, чтобы он возымел действия на полных 100%, мы предложить к госадминистрации не можем. На этот час, по крайней мере. А если привлечь к этому горожан? Ну вот помните, как в советские времена были народные дружинники. Я понимаю, что, наверное, это сейчас утрированно звучит. Но тех же волонтеров тут... То есть вместо милиционеров расставим по каждому шарп одному волонтеру? Нет, пусть будут и милиционеры, но возможно какие-то вот люди в штатском, чтобы смотреть... Ну, я имею в виду по гражданке. Или это тоже не решение, по вашему мнению? Тех же пенсионеров, мне кажется, там крепеньких можно было вечером привлечь. Присмотрите, пожалуйста. Закрепить за каждым вот эту инсталляцию, чтобы люди присматривали. Здесь главное достучаться до сознания взрослых людей, которые контролировать должны своих деток. Понятно, что они вышли на общественное пространство, хочется отдохнуть, но это же не стадионы, не лес, где можно порезвиться и лазать по всем. Да и по лесу нельзя, но есть условия, определенные условия в общественных местах, местах общего пользования, в лесополсанке, где-то еще в каких-то зонах. Мы их все знаем, просто люди немножечко, может, попадают в эйфорию праздника и расслабляются. Но, пожалуйста, просто надо сдерживать немножечко себя и контролировать то, что происходит вокруг нас. А то, что касается уже хулиганских выходов, действительно, передвижки этих инсталляций и нанесения им бреда, обрывы, это уже, конечно, другая категория закона и ответственности. Слушайте, а может быть, относиться это как к сопутствующему ущербу? Ну ведь праздник, он есть праздник, после праздника всегда горы мусора. Ну, после массовых гуляний всегда что-то поломали, да и ладно. Ну и, ну, как говорится, мы для вас сделали, а вы сломали. Кто вам виноват? Может так? Вот, знаете, философски. А подойти к вопросу и забыть о нем. А деньги? К деньгам тоже философски? Это будет не совсем ответственно. Такое ответственное отношение к тому, что мы создали. Мы, конечно, несем ответственность за то, что мы создавали, мы достигли того, чего хотели. Но и в нашей, как говорится, обязанности это поддерживать. Ну, грязную посуду тоже надо мыть, просто пившество. Так и здесь надо ухаживать, прибирать свой дом и держать его в чистоте и в порядке. А вы не изучали опыт других городов, например, где такие же инсталляции? Ну, вот я была в Москве, в других городах. Там так не ломают. Ну, во всяком случае, я не видела, чтобы там приходили, чинили. Или уже люди просто привыкли к этому, к этой красоте и, ну, не знаю, нет желания ломать. Или, может быть, там ответственность какая-то есть, что они знают, что за это могут наказать. Если ребенок что-то сломал, родителя накажут рублем. Этим надо заниматься более серьезно и глубоко, чтобы отвечать на такие вопросы. Наверняка есть практика мировая, есть способы решения таких вопросов. Может быть, мы как-то в этом году слишком обращаем на это внимание. Потому что слишком красиво сделали, да, хотите сказать? Слишком много средств и сил личных наших, вот человеческих, нашими руками, наших специалистов, мои личные, моих сотрудников, сотрудников предприятий поведенственных, вложено бы. И больно смотреть, чтобы оставлять это все просто в лохмотьях и в темном свете. Ну, вы знаете, я никогда не считал, что в Бендеры живут какие-то особенные люди. Я вообще полагал, что это город, знаете, высокой культуры и быта. И особо вандализмом, как говорится, Бендеры тоже никогда не отличались. И такие события, как у вас, они происходили практически в каждом городе. То есть в Дубосарах поставили Деда Мороза и Снегурочку. В первую же ночью Снегурочкой утащили шапку. Ну, правда, потом принесли, вернули, как говорится. И в Террасполе, я знаю, тоже бывают нюансы, когда что-то повредили. Власти вздыхают и просто крутят, вынуждены, как говорится, возвращать все назад, воспринимая это. Ну, вот так оно происходит. Но, независимо ни от чего, все-таки у вас есть возможность сейчас обратиться к жителям Бендер, к гостям города. Что бы вы хотели им сказать, учитывая, что ведь вот эти все цветовые инсталляции, они еще должны простоять как минимум две недели. Ну, как минимум, наверное, до выходных после 8 января. До Рождества и далее. Ну, во-первых, хочу прежде всего всех, и вас, в том числе, поздравить с наступающими праздниками, пожелать здоровья, терпения и удачи во всех делах. И чтобы исполнялись все самые заветные мечты и желания. А нашим горожанам хочу, ну, просто обратиться, как сам бендерчанин коренной. Давайте беречь то, что создано нашими руками и руками тех, кто с вами проживает. Это все создано прежде всего для нас и для наших гостей. Для того, чтобы мы радовались. Но для того, чтобы мы жили в печали и во мрач. И давайте скажем честно, ведь, в общем-то, у нас есть два варианта. Либо 30-го, 31-го, 1-го и далее до Старого Нового Года. Бендеры будут красивым, ярко освещенным круглосуточно городом, в котором будут играть всеми красками новогодние огни. А либо, в конце концов, как говорится, это будет обычный, унылый город, в котором ничего не будет светиться, ничего не будет радовать. И от горожан зависит, либо это будет в городе, либо это будет в городе. Ну, а вам, как говорится, завтра опять на работу, опять скручивать порванные провода. Провода, да. Спасибо большое. С нами на связи был главный архитектор Бендер Игорь Швудкой. В этот четверг, ровно в 10 утра, в присутствии главы Министерства внутренних дел прошло тестирование общенациональной системы экстренного оповещения населения. С нами на связи заместитель министра внутренних дел, начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Витальевич. Тестирование системы экстренного оповещения состоялось. Как можете оценить результаты теста? Все получилось. В целом, я хотел бы все-таки оценить результаты теста как положительные. Как мы задумали, так, в принципе, все произошло. Было оповещение и через мобильные телефоны с помощью смс-оповещения. Было вклинивание и в эфирное вещание по телевидению на определенных телеканалах. Также было оповещение и через радиоэфир. То есть все три элемента, которые мы планировали для запуска и оповещения населения, сработали. Поэтому можно сказать о том, что система действительно работает и работает достаточно неплохо. Но вот некоторые говорят о том, что получили. Подавляющее большинство. Есть те, кто говорят, что не получили никакого сообщения. А от чего вообще, как говорится, с чем взаимосвязана вот такая вот разброска? Кто-то есть, кто-то нет. Сейчас я объясню. Смотрите, сейчас интернестом.ком переходит на новый формат связи. Это ВОЛТЕ. Связь с Сидимой, она буквально в январе месяце уже поддерживаться не будет. И терминалы, соответственно, которые поддерживают Сидимая связь, они не получили вот это вот СМС-оповещение. Потому что заточено все было на терминалы, которые поддерживают ВОЛТЕ. Поскольку, как я уже сказал, эта связь поддерживаться не будет, то есть смысла... Тестировать ее. Тестировать ее, конечно же, не было. И есть проблема с Сидимой, о том, что оповещение невозможно прислать одновременно, моментально. Мы же как раз назвали нашу систему оповещения молния. Молния, потому что это очень быстро и оперативно должно быть до населения. И синхронизировано везде у каждого, буквально в один момент. Там разброс может в секунды какие-то составлять буквально. То Сидимой такой возможности в принципе нет, чтобы одновременно доставить такое большое количество СМС-оповещения в мобильный телефон. Была проблема с айфонами. Тоже интергейстер комью успешно решил. И СМС-оповещение приходит на айфон. Хотелось бы также отметить, что даже телефоны, которые поддерживают связь ВОЛТЕ, но у них нет сим-карты, все равно принимают вот этот сигнал и происходит оповещение. Скажу больше, даже телефоны с молдавскими симками, которые поддерживают двойной стандарт, в том числе ВОЛТЕ, тоже сегодня на них пришло вот это СМС-оповещение. Это в принципе не предусматривалось, но тем не менее, мы говорим о том, что где есть покрытие сети ВОЛТЕ, то все смартфоны, которые поддерживают ВОЛТЕ-связь, получили вот это СМС-оповещение. Поэтому не получили только те, у кого СМС-оповещение, СМС-оповещение. А независимо от того, проплачен у меня пакет, не проплачен у меня в пакет, главное, чтобы у меня просто телефон был включен, да, то есть чтобы он получал энергию, и в случае необходимости это сообщение у меня появится. Да, главное, единственное условие, это чтобы ваш телефон был включен и поддерживал ВОЛТЕ-связь. Некоторым звуковой сигнал приходил, у кого-то просто пришло СМС-сообщение. Кому-то на английском, знаете, с хорошим таким акцентом, кому-то на русском. А у меня вот и на английском, и на русском, вот от чего это зависит? Ну, во-первых, разные телефоны по-разному воспринимают тот сигнал, который, это их заводские настройки, Xiaomi, Samsung, Apple, у них всех разные заводские настройки, поэтому по-разному не принимают сам сигнал. Что касается русского текста или на английский текст, но русские слова, то это возможности мы проводили и, первое это было на английские буквы, второе это русские буквы, то есть еще тоже зависит от терминала, не все поддерживают те или иные форматы оповещения, то есть могут быть на русском, могут быть на английскими буквами, но русские слова. Поэтому есть два формата оповещения, поэтому мы два раза проводили тестирование, именно вот сначала английские были вставки, а потом уже русские. Ну вот я хочу, не какая-то, конечно, не тайна, но вот в среду за день до официально объявленного тестирования, без всякого объявления, как говорится, всем разлетелись вот эти вот сообщения. Ну причину, наверное, технический сбой, не знаю, вы лучше меня знаете. Но одним пришло национальное оповещение, другим президентское оповещение. Мы даже опрос устроили на вайбер в сообществе ТСВ, в общем-то, кому чего. И, насколько я помню, вроде бы национальное, три четверти национальное получили, а одна четверть президентское. В чем разница? Разницы, в принципе, никакой нет. Опять же, все от настроек телефона зависело. И я скажу так, это было... Стоп, телефон сам выбирал, чтобы принять от президента или от национального. Прошито в настройках. Прошито в настройках, и больше таких, вот именно президентские, национальные наши граждане больше такого не получат. Это был просто сигнал, он активировал заводские настройки, и телефон уже выдавал то, что там прописано в этих заводских настройках. Это никак не связано с теми текстами сообщений, которые мы заложили в саму систему. Более граждан таких оповещений получать не будет. Ну, а если говорить о том, что же будет вообще приходить? Как это будет выглядеть? Ну, что это? При наступлении тех или иных событий, у нас есть чрезвычайные ситуации техногенного характера, природного характера, соответственно, необходимо оповестить население о возможных негативных явлениях, которые могут происходить. И, как правило, людям обязательно надо рекомендовать выполнять какие-то действия, какие-то действия, которые они должны выполнить при тех или иных ситуациях. Ну, все зависит от конкретной ситуации. Поэтому, помимо оповещений о том, что там что-то произошло или что-то произойдет в ближайшее время, будут приходить рекомендации, тоже текстового сообщения. А на телевидении и радио это будет еще дополнено мультимедийным продуктом. То есть будет такая, кроме текстового сообщения с рекомендацией, будут еще и картинки, что необходимо делать, визуализирование, для того, чтобы люди могли воспринять это более правильно и все-таки это больше... Поняли, что надо делать и начали принимать эти самые меры, да? Эти самые действия. Да, совершенно правильно. То есть не все могут там прочитать, может, там, увидеть, плохое зрение. Для этого картинка. Картинка уже более детализирована, объяснив, что необходимо делать. Какие случаи или вообще какие-то происшествия будут в списке, вот в этом списке, когда будут применяться вот это экстренное оповещение? Я объясню вопрос. Тут момент есть такой. Например, в некоторых странах, в общем-то, вот такие формы оповещения используют чуть ли не по всякому, даже локальному событию. Вот у меня знакомый, например, будучи в Румынии, в районе горнолыжного курорта, получил себе на телефон сообщение, что где-то возле лыжной трассы заметили медведя. Закройте, пожалуйста, окна автомобиля, не кормите медведя и постарайтесь сами не стать его обедом. Точка, всем до свидания. Мы до этого тоже дойдем? Или у нас есть четкий список, скажем так, событий, о которых будет оповещаться? Давайте так. Все-таки вот то, что вы описали, это не чрезвычайная ситуация. Это какие-то вот такие... С точки зрения она чрезвычайная. Это чрезвычайная ситуация. Медведь ест людей, вы знаете. В масштабах отдельно взятого курорта. Курорта это много. Мы ориентируемся на именно те возможные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть у нас. Это может быть крупный пожар. Раз. Может быть, огонь подходить к населенным пунктам. Об этом может быть речь. Мы живем в Семическом районе. Возможно, землетрясения. Опять же, тоже, возможно, прогнозируемые. Либо толчки были, но, возможно, повторные толчки. Опять же, людей необходимо будет оповестить, и что им необходимо делать. У нас периодически бывают подъемы воды, уровня воды. Особенно сейчас подъемы связаны с нестабильной работой Днестровской ГЭС. И подъемы воды возможны. Тоже необходимо информировать население об этом. Могут быть сильные снегопады. Не так часто, но могут быть. Тем не менее, мы должны проявить население, где они могут переждать, откуда им ждать помощь, на какой номер им позвонить, куда обратиться. То есть, вот такого характера сообщения могут сигналы обвлечения, а именно вот эти учебные ситуации могут проходить. А штормовые какие-то предупреждения будут? Штормовые по этим каналам связи не будут. Мы их, как правило, в том числе и вам направляем в виде электронного формата. Они не требуют такого широкого формата. Здесь все-таки, мы говорим, что учебные ситуации более серьезные. То, что может помочь многочисленные жертвы, разрушения и большой ущерб. Это реальный ущерб какой-то большой, который затрагивает массу людей, которые действительно могут иметь негативные, в руке негативные последствия. Мы сейчас об этом говорим. Если, например, в общем-то, ну вот мы видели по последним этим вот случаям сброса воды, он достаточное повышение, эти они локальные, и, например, возле села Грушка, где-нибудь там на самом верху, там может три метра быть. А в районе Террасполя всего лишь метр. Вы что, будете всему народу рассылать эти экстренные сообщения, подтопление, или только конкретно в Грушке все узнают? Нет, в данном случае мы помещения вообще рассылать не будем, на самом деле. У нас есть понимание, при каких уровнях воды, при каких сбросах, когда наступит подтопление, будет это подтопление либо кольной части, либо населенного пункта, где необходима эвакуация населения. Мы обладаем этими данными и понимаем, когда это был. Если мы будем понимать о том, что действительно села Грушка попадет в зону подтопления, необходима эвакуация в день, конечно, система предполагает оповещение по трех зонам. Северная, южная и центральная. Соответственно, мы оповестим северную зону. И уже это будут... То есть, возможно, локализация такая, да, своеобразная? Конечно, конечно. Мы специально это сделали. Те же ландшафтные пожары. Где у нас, допустим, есть степная зона на юге, более лесистая, это рыбница каменька. Возможны пожары в лесу, там много населенных пунктов, соответственно, огонь может подойти к этому. Поэтому есть и градация определенная. В таких случаях, конечно, они будут оповещаться. Зачем нам жителей Слободзея оповещать? О том, что где-то что-то горит на севере, да. Вадим Витальевич, вот раньше были какие-то сирены, там сигналы подавались, именно вот система оповещения. Ну, мы помним во время ковида, помните, когда просто ездила милицейская машина, и дорогие товарищи, все по кустам. Почему решили уйти от этой системы? Она не срабатывала? Или вот эта более... Мы не ушли от этой системы, но в связи с тем, что интернет-местерком перешел на оптическое волокно, а все сирены были по меди, запитаны, естественно, они сейчас в автоматическом режиме запускаться не могут. И запускаются только в вручном режиме. Ну, что такое вручное режиме? То есть это в установленное время должен прийти обозначенный сотрудник, работающий... И начать крутить ручку. Естественно, ну, сколько времени, вы сами понимаете, пройдет для такого вот запуска? Это уже не оперативное оповещение, и оно уже никому не надо. Поэтому, опять же, мы работаем под этапным подключением электросирен, определяем их места установки, опять же, это подтягивание в коптоволокну и так далее. Это не быстро, это будет поэтапно на несколько лет. Эта программа будет рассчитана, потому что одномоментно подключить все сирены, а их более 200-200 в республике, ну, просто невозможно. Поэтому будут определены наиболее приоритетные направления, и эти сирены поэтапно будут подключаться. Думаю, что в следующем году мы сможем также в конце года протестировать уже автоматический запуск сирен, опять же, с определенного пункта управления. В этот будет следующий этап. Во время вот этого экспериментального тестового пуска, в общем-то, было сказано, что система остановится, ну, условно, на боевое дежурство с 1 января. Означает ли это, что с 1 января поступление каждого такого сообщения – это уже какое-то событие, а не какая-то проверка системы? То есть теперь дальше у нас только все, как у взрослых, серьезно воспринимайте, принимайте меры. Ну, хочу сказать, что любая программа, любая система требует регламент, существует регламент, в том числе тестовые проверки. Поэтому тестовые проверки в течение года однозначно будут. Их регламент нам еще предстоит разработать, но то, что граждане будут такие тестовые сообщения получать, в течение года, это может быть раз в год, два раза в год. Мы еще со специалистами определимся, насколько и как это будет проходить. Поэтому будут, получается, общения. В общем, пугаться не стоит. Временно информировать, оповещать на сайте, чтобы не было паники, потому что люди все-таки очень болезненно относятся к вопросам тревога, обещения и так далее. Излишне много это не будет. Но боевое дежурство, это означает то, что оперативный дежурный главного управления будет иметь доступ к этой системе. Он будет ходить под своей учетной записью. То есть будет понятно, кто запустил эту систему. И запускать он будет только согласование с министром внутренних дел, ну и со мной как заместителем министра. Только по прямой команде будет. То есть либо вы, либо сам министр принимает решение о том, что включаете эту систему, оповещаете людей о такой-то конкретной проблеме и о таких конкретно рисках. Да, совершенно правильно. Дежурный самостоятельно не будет выполнять это без определенной команды. Он будет, обладаясь, скажем так, возможностью такой, но эту возможность он будет реализовывать только после соответствующей команды. Спасибо за этот разговор. С нами на связи был заместитель министра внутренних дел, начальник главного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко. Ну, я искренне желаю нам, чтобы вот эти вот экстренные сообщения звучали только два раза в году и только в тестовом режиме. Это была программа «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости, все важные, интересные события дня. Ну, а завтра итоги недели подведет программа «Отражение». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова